привет всем друзья сегодня мы находимся в глоботком районе в селе дымка у нас здесь большой став расчет у нас на завтрашнюю утреннюю рыбалку так что оставайтесь с нами будет очень интересно обосновались мы в такой беседке себе готовимся немножко покушать ну ночь понятно ничего не видно у нас вот там у нас машина вот еле видно ее издалека вот и будем сейчас заниматься мангалом и ужином а уже с утра парафету думаем будет какая-то у нас рыбалка насчет рыбы здесь щука у нас карась карп есть говорят ёршики есть окуни но по ходу дела мы тут первый раз так что будем пробовать в общем все будет по существу уже в процессе вот пока что такое готовимся к ужинам ну такое стряпали вот путербродики себе сало огурчики помидорки в общем будем трапезничать вот а вообще приехали мы около 9 часов вечера но пока мы прождали возле шарбаума как оказалось хозяина не было на месте мы очень поздновато приехали и приехал человек который допустил вот были у нас некоторые с ним споры по поводу оплаты за рыбалку и за отдых они повылазили ночью вот вся крыша паука не нас не пугают они наши соседи так что будем с ними тут час трапезу делить свою вечернюю такой ужин у нас но в общем рыбалка у нас еще не началась как бы сейчас мы отдыхать собираемся вот пораньше лечь спать а уже с утра как бы с долькой попробуем все-таки прикормить место ну и собственно начать рыбачить вот что мы слоем завтра уже покажу вам завтра на камере вот пока что настроение хорошее у нас есть как бы желание есть желание от поймать у нас и карасиков даже больше желание на карася у нас чем на карпа или на какую-то другую рыбу потому что мы не рассчитываем особо на наши снасти у нас две поплавочные удочки будем рассчитывать на то что хоть какую-то мелочь так скажем на ранечку на уху какую-то мы словим конечно мы мелкая будем отпускать нам оно не нужно вот ну а все что будет в ракурсе карася художку а то и больше мы конечно будем брать ну на этом пока что все друзья если что-то интересное еще будете засниму покажу пока что ну а пока что иду я разжигать мангал и уже все остальное в процессе у нас все впереди жака колбасок не пропустите оставайтесь с нами давайте я покажу вот как раз процесс нарезания сала и запаковка сала в картошку с чесночком вот это все у нас будет в углях да к этому всему у нас есть по бутылочке пива вот так вот у нас разрезается картошечка ложится вот этот кусочек сала сейчас очень плохо видно друзья я извиняюсь за качество все-таки ночью на у нас где-то пол 12 ночи сейчас вот так вот друзья мы солим каждую картошечку просаливаем картошка у нас сырая ложим немножко специи у нас данном случае черный перчик кто любит по острее кто любит по такой просто пикантный ставим кусочки сала и закрываем и все это запаковываем в фольгу здесь у нас есть два запакованных картофеля все это будет идти в уголь все банально и просто здесь у нас друзья помидорки зеленые лучок сала перчик острый кусочком ну и обычный бутерброд и колбаски ну главное это вот у нас будет сало кусочек сала мы решили сделать импровизированный такой фонтанный отдых так перчик еще раз перчик еще раз сальто что у нас хорошее в этот раз мягенькое попалось мы его мокрым способом засаливали будет интересно пишите расскажу как уже много способов праздных пробовали но оказался самым удачным способом сало становится мягенькое и в меру соленое ну в общем пока что друзья отдыхаем ждем пока у нас будут угли вот там деле заметен наш мангал давайте подойдем поближе так вот он у нас вот и наш мангал здесь я думаю еще минут 15 и все будет порядке что дальше здесь вот смотрите друзья да вот наша беседка так насколько смогу сейчас ночью покажу ее и здесь у нас уже вода вот у нас есть купер мы можем выйти на воду вот тут видите чуть камыш там берег у нас дальше у нас вода и вот дальше там на пирс может быть видно немножко огоньки этого берега вот здесь мы собираемся завтра и рыбачить на поплывок и так друзья как и обещал наши колбаски уголь у нас есть уже мы уже сразу видите закинули картошку колбаски наши подходят только-только вот уголь у нас начался они еще такие слегка подрумянины больше похоже не на колбаски на такие определенные купаты какие-то еще у нас есть да вот я подмытила правильно поклажанчик здесь у нас еще тоже картошка в углях немножко видно да есть у нас картошки это та которая мы друзья заворачивали салом и чесночком и приправами вот они кипят у нас так вот подкипают наши колбаски сейчас мы их чуть дожарим и приступим к трапезе но в общем вот так заканчивается наш вечер возможно что мы сейчас планируем у нас как ни странно сегодня полнолуние ну ну конечно не видно камера не возьмет в общем на самом деле для нашего уже привыкшего взгляда такого ночного видения будем говорить да все довольно светло есть вероятность того что мы просто сейчас под свет луны именно как хорошо тени пляшут на воде будет видно даже поплывок и хотим попробовать ну все же может быть получится у нас затянуть поплывок недалеко от нашей беседки в пирсах и попытаться ну скажем так порыбачить в ночь не факт что у нас получится но хотим проэкспериментировать так что друзья оставайтесь с нами думаю еще будет что показать будет много чего интересного пар парашь ух ты наш наш тени и уже готов до морщины весь такой сейчас его почистим конечно будет у нас к гвакамоле баклажана да такое она примет импровизированная просыпать только солью чуть дать специи и ну чеснока да лучка можно даже не спорю тут уже мне кажется все можно дать главное главное уже дождаться этого синенького да чтобы он уже так кипят кипят наши колбаски вот еще румяне стали вот еще чуть-чуть еще еще вот поджарим так еще еще есть момент еще надо я думаю так не подсунем чуть чуть поближе они все-таки любят когда дружной компании на самом деле друзья угля у нас не так много городская есть конечно нам на колбаски хватит вот переживаю больше за картошку наш которая мы мы ее просто потом закопаем я думаю что она дойдет потихоньку дойдет за час за два угля потому что планы на картошку сегодня уже не знаю как может быть самые разве что самую запеченную вот вот это например да под брюк под деревянкой вот этой вот углем мы возьмем но еще она у нас ну посмотрим будет готова возьмем не будет так и будет будет на утро я думаю что в углях у нас все равно дойдет ну а пока что мы возвращаемся к нашей беседке нескучной и будем трапезничать дальше оставайтесь сами друзья а а а а а а а Ну вот, друзья, у нас уже полдень, это наша беседка в дневном свете. Вот у нас здесь еще ряд вот таких вот беседок есть, здесь у нас пир, его ночью не было видно, беседка практически находится на воде. На сваях здесь у нас есть вот такая вот лестничка для купаний, для окунания в лоно природы. Вот такое вот оно озеро во всей красе, довольно-таки немаленькое. Ну, как мы уже поняли, основная глубина у нас в этой части озера. Вот в той дальней, как бы там уже мель, больше камыша и болота. Рыбачили мы вот здесь прямо, вот прямо с этого уголка и прямо вот сюда кидали, под камыш, чуть ли не под вторую беседку. Рыба подходила ночью к камышу, не получилось заснять у нас, не было на это времени и возможности. Попался нам карп, крупный очень. Причем подошел он ночью к камышу, случайно зацепился, что мы не сидели за улицей, не смотрели, вот, но карпа мы не смогли вытащить, получился у нас вкрыв. Так карп будет, а с лодочкой может чуть больше. После этого мы больше не ловили ночью, вот, потому что не было уже ни сил, ни желания. Вот ловили мы утром, что мы словили, но давайте посмотрим, что у нас за утренний улов, какой же он. Здесь у нас садок, такой небольшой, маленький, мы не ехали, я сразу говорю, за большой рыбой. Ну вот, наша плацвичка на тараньку, вот, посидели два часика на поплавочек, получили удовольствие и сейчас будем ехать домой. Вот наш уловчик. Плацвичка? Таранька твоя, да? Поехали, да-а-а-а! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Ух, хвостов 10 будет, таранька получится, рыбка, уже довольно взрослая такая, будем говорить, тоже в ладошку, вот, на тараньку, я думаю, что будет самое оно. Ну всё-всё, не нервничай. Она хочет уже домой, да, да и мы хотим домой. Насиделись мы уже, наотдыхались. Сейчас уже у нас где-то полдень, начинается вот как раз самая такая вот жара. Солнце у нас уже высоко, вот, загорать мы не имеем желания. Уже немножко мы перегрелись за это время утреннее, поэтому будем покидать это место. Давайте ещё раз напоследок пройдёмся панорамой по этому замечательному месту. Думаю, что сюда можно ездить, друзья. Напоминаю, что мы были в Глуботском районе, село Дымка, на платном столу. Ну всё, друзья, на этой знаменательной ноте будем прощаться. Всем хорошего, удачного отдыха и до новых встреч. Пока-пока. 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 Продолжение следует... Продолжение следует...